Яркой приметой праздника стал фестиваль «Единая семья народов России». Он пошел в театр оперы и балета и собрал представителей всех национальностей, проживающих в нашей республике. «Единая семья народов России» – таким фестивалем Чуваши отметила День народного единства. В театре оперы и балета встретились представители всех национальностей, которые проживают в нашей республике. Традиционные ремесла, народная кухня, национальные костюмы. Участники фестиваля увидели яркий, многообразный мир людей, для которых Чувашия стала вторым домом. Для всех национальностей Чувашской республики, по идее, в России, комфортно должно быть каждый день. А сегодня особый день. Мы, как мы сегодня, констатируем, подтверждаем, что в Чувашской республике все национальности живут комфортно, красиво, вольготно, от души. В первую очередь, это нужно для того, чтобы объединить всех нас в одну целую единую семью. И не только для этого. Это еще нужно для того, чтобы показать свой потенциал интеллектуальный, творческий, чтобы всей Чувашской республике. И еще хотелось бы сказать, чтобы вот эта энергия нашего фестиваля несла с собой добро, несла с собой мир. И чтобы наш мир был качественно мудрее и добрее. Интернационалистами назвал жителей республики президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов. Об их гостеприимстве знают далеко за пределами края. Чуваши, татары, русские, мордва, вот мы здесь, азербайджане, евреи, армяне, вот сейчас встретились, все обнимаемся. И каждый день же не видимся. И для нас встреча, этот праздник, на самом деле, хороший праздник. В фестивале это не только встреча друзей, теплые слова, подарки. Это еще и серьезный разговор об этноконфессиональных отношениях в республике. Как развиваются национальные культуры, что способствует сохранению традиций и обычаев предков. Наконец, насколько тесно взаимодействуют разные конфессии. Ведь от ответов на эти вопросы, собственно, и зависит мирное сосуществование людей разных национальностей. Ежегодные социологические опросы, проводимые Чувашским государственным институтом гуманитарных наук по заказу правительства республики, свидетельствуют о том, что в республике преобладают уважительные настроения представителей одних народов к другим. Более 80% опрошенных положительно оценивают межнациональные отношения, что на 30% выше показателей в целом по Российской Федерации. Ну и какой фестиваль без гала-концерта творческих коллективов национально-культурных объединений? Ведь язык искусства понятен всем.